привет ребят с вами роман бобе и вот снова рубрика тюнинг mitsubishi panther 10 поколения сейчас мы будем устанавливать газовые упоры вот они заказал я на озоне ссылка будет в описании очень такая наболевшая тема неудобно подымать капот потому что но он тяжелый капот на это модели здесь у нас установлена кочерга и ну ребят правда зимой постоянно мы подымаем часто капот чтобы залить ему лайк или пост проверить двигатель проверить масло это очень важно поэтому кочергой постоянно пользоваться это грязные руки и после неудобно и постоянно напряжена поэтому я решил установить эти газовые упоры посмотрим как устанавливается ну и так далее давайте меньше воды больше дела погнали вот она нас комплектация здесь у нас два поршня брендованные вот эти две у нас устанавливается на крылья чтоб фиксировались вот эти газы по поршни и верхние две части становится на саму на сам капот на верхнюю часть также в комплектацию у нас здесь есть болты с юбкой сам металл этих ну как сказать установочных кронштейнов так назовем они у нас здесь из хорошего металла очень звонкий металл прочный будем надеяться что корзина стойкость будет хорошая а так время покажет одеваем перчаточки открываем капот как говорил капот у нас тяжелый такой вот она кочерга здесь у нас фиксатор отверстие для фиксации кочерги вот и все видим у нас пространство куда будет устанавливаться перед всем нужно протереть те места где будет устанавливаться какой-нибудь салфеточкой или тряпочкой и как раз обработать как раз где болты будут будут выкручиваться именно поработать как vd-40 или что-то с этим похоже моем случае это смазка петрович есть инструкция вот здесь все нарисовано показана последовательность как устанавливается но инструкция для слабаков будем интуитивно заниматься берем трещотку головкой на 10 и откручиваем этот болт так закручена здесь у принц нормально хорошо откручивается открутили нужно сюда подлезть этим болтом ну короче нужно здесь так установить и вот это нужно снизу поставить короче нужно подлезть снизу шайбу я одну потерял пока пока установим без шайбы ракурсом взял конечно не особо сильно удобный вот но ничего хотя так попробуем подлезая снизу отсюда чуть-чуть поднарастил теперь можно здесь закрутить это старый старый болт так здесь у нас головка побольше головка на 12 они здесь побольше здесь на 13 до 13 равномерно подкручиваем тоже без всякого фанатизма чтобы не смять металл здесь берем головку на 12 и откручиваем да хорошо закрутили заводы так сняли теперь установим платформу тут надо уровень как поставить потому что нигде никак не фиксируется видите как гуляет вот поэтому нужно как-то потом выровнять но этот процессе принципе пока нарастили все держится также сейчас вот это будем штукенцию устанавливать которая чтобы ну как сказать шарнир что-ли назовем да будем установить туда чтобы сюда заходил именно поршень так все держится и установим снизу тоже здесь туда не упала и сюда упадет будет тоже грустно так здесь просто закручивается что на здесь просто закручивается да здесь просто так устанавливается ключом затягивается потом мы подтянем так теперь здесь таким же макаром будем делать откручиваем вот эту часть вот этот болт ёппарас это да сломал здесь то я сломал охренеть блин вот представляете смотрите охренеть вот металл будем искать все уже почти нарастили затягиваем конечно все через пень колоду честно сказать будет гулять на одном болте так держаться не должно видеть как гуляет но это не дело конечно ладно не будем останавливаться снимем здесь тоже бы не сорвать ничего к этому затягиваем нам надо откручивать и все отлично идет после не зря говорят о mitsubishi металл слабенький особенно болты вот и как раз все показала здесь мы открутили и установим кронштейн так закручиваем болт старый вот гайку старую гайку да ну и монтаж честно скажу ребят просто ужас вот это тюнинг называется так все заживили сейчас мы закрутим вот этот как назвать ну поняли берем на 12 головку все закрутили главное здесь здесь все будет гулять вообще тут на одном болте держаться ну ну никак не сможет но не знаю попытка не пытка попробуем что ли да так же загоголинку здесь устанавливаем закручивается просто и ключом и затягивается все ой 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 вот как так а ладно смотрите рабочий диапазон поршня от минус тридцати до плюс восьмидесяти градусов но перед установкой его надо прокачать штоком вниз как раз вот он шток уперев его пол и прокачиваем несколько раз нужно осторожно чтобы он не бабахнул в лицо попасть прокачаем нам не жалко ну давайте еще разок так все прокачали теперь будем устанавливать так ну чё попробуем установить так все тут насаживаем чтобы нижнюю часть установить нужно чуть-чуть приподнять капот здесь на кронштейн установили ну вот вроде бы держится давайте установим установим на второй худо-бедно установим ну посмотрим так тоже прокачал поршень так штоком вниз устанавливаем так ну чё проверяем как работает ну чё с божьей помощью ох ёптвы да здесь здесь никак не получается пока что пока что здесь затянем просто так проверим как так после закроется на одном тяжеловато но держит да конечно не ожидал что здесь так погнет ну ладно будем проверять ребят будем проверять так здесь я поставлю пока стоп на этом всем попробую разобраться с этим отверстием вот внутри чтобы вот эта часть вот хорошо держалась чтобы упор был штока правильный ну а дальше видно будет тогда и покажу и расскажу ребят ну получилось чп у всех бывает они когда что-то кто-то делать не все идеально в чем смысл 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 том что шляпка шляпка болта оборвалась именно на одном крепление сейчас покажу капот открылся газоупоры работают капот держит самая самый неудобный момент что здесь болт он у меня сорвался именно шляпка болта сама сама основа болта остался как стать в резьбе я пытался высверлить купил специальные эти как они называются набор экстракторов которые ничего не помогли тупо пришлось только с помощью мужиков друзей там коллег как говорится не имея 100 друзей и 100 коллег которые помогли и убрали этот болт и вместо него закрутили другой болт поменьше тем самым тем самым закрутили нормальный болт и здесь зафиксировали сам кронштейн сейчас возьму поближе как все выглядит самое главное вот места это вот здесь вот кронштейн раз здесь вот установка была два здесь третья установка но его 4 установка здесь как раз вот он болт здесь закрутили и все заработало по сути ничего сложного нету по сути ничего сложного и если не вот эта неудача с этим болтом все все работало бы прекрасно все устанавливалось получается здесь четыре зоны монтажа все они устанавливаются без сверления что у меня здесь то пришлось сверлить все это заморачиваться всякими приблудами был конечно неудобно это растянуло саму установку вы не поверите сколько дней это это очень как бы мизерная работа но она очень такая геморройная потому что не каждом сервисе не брали за эту работу принципе капот тяжелый сам по себе на этой машине и он тут эти упоры держит самое главное штоком вниз их устанавливать штоком вниз и прокачать по три раза в принципе опять опускаем вот и поднимаем спокойно все скажут да херня какая-то баловство нет нет на самом деле всегда мы часто заливаем горловину водичку проверяем масло постоянно вот и чтобы не пользоваться как раз кочергой палкой что фиксировать этот капот чтобы не пачкаться раскрутку не пачкать это принципе удобно чисто и практично так что он все закрыл то все закрывается без всякого геморроя все держится и такая вот установка в принципе показал ссылку оставлю ниже под видео смотрите пользуйтесь и подписывайтесь да нет но кто хочет подписываться спасибо ребят с вами был роман 2b спасибо что смотрели пока пока